Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, кого-то он заинтересует Вы возьмете его в библиотеке А сейчас я с удовольствием вручаю Свои книги директор библиотеки Спасибо большое Добрый день, Александр Николаевич Здравствуйте Как вам праздник? Что-то восхитительное Я даже не ожидал такого масштаба Такого уровня, чтобы было столько людей И так это было продумано Тщательно подготовлено, срежиссировано В лучшем смысле этого слова И такие краски, и такие звуки И музыка, и поэзия В общем, мне кажется, это такое Настоящее зрелище в самом высоком Смысле этого слова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он либо что-то точно признавал, либо что-то точно не признавал. Да, вот такой педагогической какой-то объективности, может быть, мягкости, терпеливости. У него было не очень много, но к нему все равно стремились попасть в ученики, потому что он был очень крупный поэт, и его студенты это понимали и ценили. И, возможно, от такого человека даже критика стоит дороже, чем похвала от какого-то обычного преподавателя или обычного писателя. Говорят, вот каждый его семена – это целый очерк. Юрий Кузнецов – это действительно одно из самых крупных имен в русской поэзии последних десятилетий. И у него много учеников, последователей, ценителей, любителей его творчества. И каждые два года проходит научная конференция, посвященная Кузнецову, в том числе в стенах Литературного института. И всегда находятся новые темы, новые доклады, открываются новые факты. Поэтому имя Кузнецова совершенно точно не забыто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок На достойном уровне это отмечалось И было много событий и мероприятий Было вложено немало средств В реставрацию музеев Усадеб, связанных с именем Пушкина Новые книги Пушкинская карта появилась Поэтому что-то делается Что касается современной литературы, то, честно говоря, мне кажется, что главным образом государство должно поддерживать национальные литературы. Не потому, что мы с вами находимся в Якутии, и здесь как бы эта национальная тема особенно актуальна, а просто я считаю, что уникальность России заключается в том, что мы самая многонациональная, самая многолингвальная, самая многокультурная и многолитературная страна в мире. Это факт. И вот задача поддерживать литературу языков народов Российской Федерации, вот это надо делать в первую очередь, говоря о литературе современной. Потому что современные авторы пробьются сами. Особенно касается прозы. Может быть, немножко более сложная ситуация с поэзией, но, по крайней мере, в том, что касается прозы, вот как прозаик, я могу сказать, что мы не отказываемся от помощи государству, мы ее видим. Да, государство помогает, опять же, в проведении ярмарок, фестивалей, частично в переводах книг современных у русских авторов на иностранные языки. Но я думаю, что литература и без этого будет существовать, русская литература. А вот способствовать развитию национальной литературы в каждой республике, это очень важно. Да, и переводом национальной литературы на русский язык, и продвижением этих переведенных книг, вот это, на мой взгляд, делать очень важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА